Для Витебского мастера с теперь уже Брестской пропиской творческий вернисаж первый в новом для него городе. Своё видение прекрасного и реального Леонид Тарабука отразил в десяти монументальных работах. Арт-объекты из мрамора, гранита мягкой породы, гипса, песчаника уже видели свет в родном для скульптора Витебске. Теперь рыбы времени, 91-й, морфей найдут новую интерпретацию восприятий Брестской публики. Моя, как говорится, задача показать, что прибыло новое войско, которое будет брать силу культуры на свои плечи. Так как эта выставка уже имела свой резонанс в Витебске, поэтому я решил и представить в этом году Брест культурная столица. Я думал, что это будет достойное представление. Леонид Тарабука подарил своему зрителю не только удивительную возможность увидеть и почувствовать свои работы. Произведение искусства можно не только рассмотреть, но и потрогать. Именно в этом во многом и заключается особенность творчества Леонида Тарабука. Мастер идет на контакт с разным зрителем, причем даже с тем, который не видит, но чувствует его работы. Искусство на кончиках пальцев. Именно так называется направление, в котором творит и создает теперь уже Брестский скульптор. Ко всем экспонатам можно и нужно прикоснуться, чтобы ощутить фактуру и рельефность, понять положение и форму в пространстве. Даже названия арт-объектов поданы в двойной вариации, набранные на обычном принтере и созданные с помощью точек шрифта Брайля. Первые особенные посетители остались под впечатлением после посещения экспозиции. Такие впечатления, что окунаюсь действительно в какой-то мир такой необычный. Поэтому, да, очень интересно, молодец, что такое придумал, таким занимается творчеством. В очередной раз областной краеведческий музей рушит давно сложившиеся стереотипы. Трогать экспонаты разрешается. Тем, кто также хотел бы в буквальном смысле прикоснуться к арт-скульптурам Леонида Тарабука, стоит поторопиться. В учреждении культуры они пробудут до 13 декабря. Продолжение следует...